это компьютер молодец окей итак вот мы начинаем как бы наши новые занятия надеюсь они с божьей помощью будут продолжительные идея как бы мы это начали где-то в сукот но он был очень на одной ноге сжата мы не успевали каждому празднику прочитать то что мы хотели вот но тем не менее я была такая что в общем как бы пора у шерки подготовиться и как бы посмотреть посмотреть различные даже не зачастую практически всегда очень нестандартные как бы подходы и идеи которые раз высказывает к празднику вся эта книжка вот я могу стать а а это там экрана хорошо хорошо покажу канале я показывал да видно да вот так вот выглядит эта книжка кстати она напечатана в америке я посылал туда файлы вот есть кто-то хочет заказать то можно в америке заказать но не знаю может быть и до россии вот и и там печатки вот и и лучше даже здесь вот есть такая что обложка на почему а это дешевле получать в америке есть люди которые в америке хотят читать на иврите самые лиц и книжки да и даже вот видеть такая вещь и в ивритских и действий с такой этого нету почему потому что обложку не знает систему меня различать справа налево поэтому не как бы на сайте стоит вот это вот как бабочка поставь за этот кусок чтобы людям хотя бы было видно чем речь но неважно было техническое замечание посвятить окей час но включу демонстрацию экрана ну вот и эта книга на вас 350 по моему кто-то объяснял это название даже типа того что они слишком хитро это 350 слов не знаю может такое быть но нужно запомнить это такое слышал но это слегка 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 я перепрыгнул да перепрыгнул просто не про это говорили действительно другая книга у меня за скоб это называется год мое это я уже говорю сложное название не очень переводить но по-русски я перевел всему свое время типа этого где-то вот что-то на этом для нас главное что она разбита на как бы главы каждая глава посвящена определенному празднику но и принципе разбит на месяца туши если вы посмотрите вот тут предыдущий вот этот вот страница вот закончились как бы предыдущий было хабей тиши рей вот хабей тиши там закончились вот а сейчас начался машин мархешван кислеф тирет это как бы вот три три месяца сейчас мы мархешване следующий кислеф потом тирет вот ну и из таких праздников это в кислефе есть как известно ханука поэтому урава у него вот статья которая посвящена праздника празднику хануку я очень надеюсь что мы сколько это сперем сделать может быть даже да хануку все-таки есть время может мы даже все успеем прочитать ну как бы идея такая я по субботам это как бы читаю на мой вкус не знаю мне кажется я больше часть того что я читаю я как бы понимаю по прямому смыслу поэтому я как бы это и предложил вот но кроме того у нас есть как бы вообще местные мудрецы местного значение не местного значения местного значения скажем а там грей нахам а скажи мне местного значения глобального задачи ну вот поэтому мы может autre ли вы не с даже еще больше окей ну хорошо давайте как бы да еде если скажите мне как вы хотите во-первых мне кажется все-таки правильно чтобы у ризки текст пред глазами правильно это научи мое лицо человека мои вы знаете нас тоже теперь дальше и еще один момент скажите Либо головой трясите, либо озвучьте, как вы хотите. Просто сразу читать русский перевод, либо читать… Сейчас, 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 это я выключил, YouTube начался. Либо читать фразу на иврите и переводить на русский, либо не читать на иврите, а сразу переводить на русский. Быстрый ответ, кто как хочет. Еще раз. Кто-то сказал «северитм», по-моему, нет? Да, и я тоже согласен. Ну хорошо, все, тогда пока не будет возражений, давайте тогда быстро пройдем так. Я, если можно, я начну, ну, а, соответственно, Мехама, Андрей, если есть еще желающие, пожалуйста, подключайтесь, можно читать вместе. Новосеич, перевод, все, как обычно, перебивать, спрашивать, нет проблем. И так дальше. Вот, заголовок. Я буду, как бы, более-менее курсором иногда выделять, чтобы было понятно, где мы находимся. Или вот могу идти вот так, вам же курсор виден, правильно? Курсор виден? Ну, вот я буду курсором идти, тогда будет, как бы, понятно. Ну, вот у нас сейчас здесь ханука, праздник. Написано «ха-ха-ха-нука», ну, не знаю, как это по-русски, праздник первосвященства, или священства. Но дальше очень интересно, написано «витикун саканутея» и «исправление опасности». И ее, вот это ее, это, видимо, имеет отношение не к празднику, а к кеуне, к кеуне на юриде женского рода. А тогда перевод на русский язык это так, ханука, это основной заголовок. А дальше под заголовок такой, праздник священства, либо первосвященства, и изменение, исправление опасности заложенных первосвященства в нем. Окей. Первый параграф называется «Агдама», то бишь «вступление». Читаем. Итак, ханука, праздник, которым мы «ма-али-ма-ля-нес», но это такой высокий слог, потому что отмечаем, подчеркиваем героические поступки, хашмонаим, и этот праздник, да, и этот праздник, он представляет собой… А, нет, наверное, так, вот это «ма-сэг-бу-ра», то есть героические поступки хашмонаим, которые, ну, как бы, представляют собой значительную веху в истории еврейского народа. Вот так. Окей. И дальше. Адмута Мерказид, Шипуэлит, Беханука и Акуэн. Итак, центральная фигура, которая действует, функционирует в празднике храм-нука, это Коэн. Ну, Коэн, так и местный, наверное, не просто священник, а первый священник, мне так кажется. Ну, может быть, священник, не знаю, написано «Коэн». Знаете, я Коэн, а священник, окей. То есть Коэн, который как бы в храме, да. Хашмонаим были священниками. Давайте скажем Коаним, потому что священники, не знаю, как-то… Коаним, по-моему, это более правильно говорить. Итак, Хашмонаим были Коаним. И даже, даже они как бы восстановили или осуществили, представили царство, которое произошло из Коэуны, из священничества. Какшенита Ломар, Шаишиют, Атанахид, Шехолгегет, Эта-Ханука, Йотер-Ми-Кулам и Аронакоэн. И вот поэтому как бы можно сказать, что Коанахидская личность или библейская личность, которая, ну как бы, я не знаю, которая действует или занимает основное место действия. Ну вот Хогегет это вообще празднует. Наверное, не празднует, а занимает основное место действия. Это Аронакоэн. В Хануке это Аронакоэн. Это первосвященник Арон. А напротив этого в праздник Пурим, который тоже является праздником пост-Танахи. Ну пост-Танахи, наверное, идея в том, что праздники как Пурим, так и Хануке не упоминаются в Танахи, а являются, как бы, выводятся из последующей истории и из того, что мудрецы постановили как бы праздновать эти праздники, но они не описываются в Танахи. Пурим же как раз описывается в Танахи. Там есть указание. Магилат Эстер. Ну, не знаю. Ну, что значит пост-Танахи? Наверное, пост-Танахи, что его нет в основных книгах Танаха. Такая на ныне. А что, Магилат Эстер? Там есть указание его праздновать. Ну, видимо, из того, что не описано само празднование. Да-да, наверное, это. Наверное, это, да. Итак. Мне кажется, что имеется в виду, что оно... Более позднее уже не сказано в Таре. Скорее, надо было, наверное, здесь иметь в виду праздники старые. Ну, да, пост-Танахи, наверное, пост-Танахи, наверное, пост-Тареидальный, наверное. Наверное, такая. Да, да, старее. Да. Итак, снова возвращаясь сначала к предложению. Напротив этого, то есть напротив чего, или в отличие от этого, то, что было сказано, что главная фигура в Хануке – это Арон Акуэн. Так вот, в празднике Пурим центральная фигура – это Мушер Абейн. Да? Ну, это тоже, я думаю, ну, как бы парафраза. Почему? Потому что немножко режет слух. Мы же знаем, что в Пуриме нигде в Медилат-Пурим, в Медилат-Эстерской хаму Шер Абейн не упоминается. Но, как бы, наверное, производный или основной фундамент идеологический в Пуриме – это Мушер Абейну, а в Хануке – это Куэн-Агадой. Но опять мне кажется, что это такой некий прототип тут. Потому что, вообще говоря, как Медраш говорит, комментарий подчеркнуть всегда, что они, как бы, что в каком смысле принятие Тары во времена Пурима, оно было дополнением или исправлением принятия Тары на Синае. Что они, когда они приняли под давлением, а тут они приняли по желанию. Поэтому, может быть, поскольку Муше связан в основном с Тарой, то есть связь между Муше и Пуримом, если мы хотим такие связи устанавливать. И, с другой стороны, между Ханукой, потому что действительно все действующие лица, там, священники, главные герои, то они, как бы, больше связаны с Аароном и вообще центром, как бы, нашего рассмотрения в большой степени является храмовая служба, которая была постановлена, как бы, после восстания Миколея. Ну да, кроме того, мне кажется, что это стандартный, как бы, более-менее, я могу назвать стандартный подход Рабашевки, который такой делает сначала, как это, по-русски, называлось, не экипаж, не экипаж, как это называется, эпитаж, как это называлось, эпатаж. Да, вот именно, эпатаж. Да, он, как бы, делает такой закидон, грубо говоря, вот, чтобы сразу читателей настроить на определенную войну, то есть... Наталья, я вообще, честно говоря, возражаю, вот, в такую потуду, в принципе. Ты, как бы, у Рабшерки есть какие-то школьные интересы, как ты что-то представь. Да. Он специально эпатирует публику, там, говорит что-то, так сказать, да, вот, а вот кто может натянуть прозерватив на глобус? Нет, 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 совсем не так. Нет, ну, ты, действительно, он выдвигает нетривиальную идею какую-то, и он выдвигает сразу, да, он на нее как-то может быть опираться в дальнейшем. Тем не менее, это что-то, что мы, может быть, к такому рассмотрению не привыкли, но его цель не для того, чтобы нас эпатировать и захватить наше внимание. Это действительно, он... Что в этом плохого? Что в этом плохого? Что плохого в таком подходе? Это методологический подход, что я неправильно сказал. Мне тон не нравится, Катя, всегда как-то это... По-моему, это все, она не приезжает. Послушай, да. Он вот это закидор и так и делает, он так вот их просто эпатирует, это не привлечь внимание. В этом есть какой-то важный внутренний смысл, что это связано с ароновой, связано с мужчиной. Потому он, конечно, с точки зрения методики, он это говорил сначала, действительно, может быть, чтобы застрить на этом внимание, привлечь внимание. Хорошо, окей, беседа. Пойдем дальше. Я просто, в принципе, возражаю против такого объяснения Раушерки. Вот он тут занимается какими-то там кубик-рубиками, что-то там складывает. Хорошо, окей, беседа. Это как бы принижение очень сильное, но мне мешает. Извини, пожалуйста. Да, нет проблем. Все, идем дальше. Итак, да, и Раушерки продолжает. Есть учение Муше, а есть учение Аарона. И у каждого из этих учений, соответственно, свое направление, свой вектор и свое время. Турат, дальше вот эта фраза, да. Туратэ Муше балийде битуй бэ пурим бэ туратэ аарон бэ ханук. И учение Муше находится в выражении в празднике Пурим, а учение Аарона в празднике ханука. Ну, дальше практически то, что у нас было в заголовке. Ханука – это представляет собой праздник кеуны, священничества или первосвященства, и исправление опасности, заложенных в кеуне, священничестве. Ну, так надо по-русски перевести. У кеуны, то есть у священничества, есть совершенно грандиозное или очень большое, как бы, мало, не знаю, превосходная степень, преимущество или, ну, как-то так, да. Но она также представляет собой источник опасности. А решен, что шимеш, вот эта фраза, да. А решен, что шимеш бэ кеуна, а кдула, бэ кеуна, а кдула, а я аарон. И первые, кто, ну, использовал или был, представлял кеуну, высшее первосвященничество, был аарон. Это как раз, наверное, первосвященство. Первосвященство, кеуна священство. Да, 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 первосвященство, да, аарон. Итак, он говорит, вот дальше слово «истабкут», это очень интересное слово. «Истабех» – это… Запутываться. Ну да, ну как-то, ну, запутываться, да. Ну, «исвах» – это, конечно, путаница. Первая сложность, скажем Первая Да, наверное, еще какое-то русское слово другое Лучше есть, чем запутался Но, во всяком случае, человек, который влип Скажем, вот человек, который влип Называется он не с тобой Да, но влип это тоже нехорошо звучит Но запутался не в том плане Что он дорогу потерял А в том плане, что, в общем Попал в ситуацию Которая сложная И, в общем, он не очень правильно А, и он ее не смог разрулить Вот это, по-видимому, называется истопход Осложнение, на самом деле Осложнение, да Ну, вот как бы сложная Его первая сложная ситуация Скажем так, в которой он запутался Можно так сказать В которой Ну, не важно Окей, итак Вот это первый его истопход То есть Сложная ситуация, в которую он попал Да, это В которой Есть потенциал Того, чтобы Как бы Продемонстрировать Ну, скажем Общие аспекты Первосвященства В которой видно Общие аспекты Священничества Как мы это увидим В дальнейшем Это была История с Золотым кельцом То есть Вот история с Золотым кельцом Рафшерки говорит Что Это был первый истопход Этого самого Аарона А с другой стороны В этом истопходе В Маасэге Есть что-то Что является Некоторым Прообразом Или некоторым Общим местом Для понятия вообще Какие, видимо Есть Саконот опасности В Киуме Вот это тоже интересно Но Говорит Рафшерки Это не Сделало его Посольным То есть Негодным В смысле Аарона Для того Чтобы Быть Первосвященником Главой И началом Династии Священников В Израиле Да А объясняет А вот это дальше Объяснение Мне, честно говоря Не очень Я не очень понял Как это отбивает Почему Объясняет Рафшерки Мипнейша Акиуна Таама Этуфьор Почему Потому что Священничество Да Вот Киуна Она как бы Соответствовала Его характеру То есть Характеру Аарона Я в скобках От себя Замечу Когда я считал Мне было странно Если вспомнить Историю Да Вот этих проколов Да Из так можно сказать Стопхуё Вот Мушерабейну Истабех Со скалой Правильно Мы это знаем Ему это Буфирус Было сказано Как бы Всевышним О том Что он не войдет В землю Израиля За то Что он Со скалой Не говорил А ударил В нее Мате Жезлом Палкой Сейчас палкой тоже На море Наводили палку То есть Как бы В общем Какой-то был Такой прокол Он сделал что-то Что было не так На мой взгляд Аарон Как бы Предповровому смыслу Да Он Как бы Гораздо больше Вообще Сделал неправильно То есть Моасе Аэгель Гораздо более То есть Несовместимые Совершенно вещи Мы не просто Не так Как-то сделали А вообще Просто А вот Азара Что-то Чудовищное Ну Мы не будем Сейчас обсуждать Натан Насколько Хаму Действительно Очень Серьезное Преступление Но Это же Как раз Раба Объясняет Вопрос Не В тяжести Преступление А в том Как это Преступление Как бы Может Отрицать Его право Продолжать Его должность Или нет То есть Каким-то образом Даже слабое Преступление Муше Свидетельствовал О том Что он Уже не годится Для подложения Своей долги По-видимому Или Годится Но Не может Войти В землю Израиля По каким-то причинам Сейчас не будем Это отдельный вопрос Совершенно Есть много Очень-очень Много разных Поэтому Получается Иногда Очень странно Действительно Тяжелые грехи Давиду Тем не менее Он Рассказался В них И это Он действительно Не будем Опять разбирать Что конкретно Он согрешил С Большево Что там Был грех Грехом Тем не менее Это Хотя и был Тяжелый грех Как бы его Не считают Убийство Там Ну Или Почти убийство Этого Уреи Хитейца Очень тяжел Вообще Как Кем он себя Тем не менее Это не противоречивало Должности Царя А Шаоль То что он Сделал Может быть Это такой страшный Гех Что такое Там Оставил Народ Немножко Царя Не убили Оставил Немножко Скота Подумаешь Большое Дело А это Вдруг Решило Право На продолжение Царства И династии И так далее Это требует Очень тщательного Исследования Конечно Но то что Раф Шен Говорит Очень понятно Может быть Маленькое дело Совсем Не такое страшное Свидетельствует О том Что характер Человека Такой-то И такой-то Он для этой Должности Не годится А другое Может быть Очень серьезное Преступление Тем не менее Оно идет Совсем По другой Координации Он за нее Несет ответственность Он за нее Может быть Наказан Как угодно Но оно Не лишает Его должности Оно не Противоречит Его должности Это очень Непростая Идея На мой Характер Его Характер Раун В принципе Он был Подходящий Ну Мы знаем Как его Определяет Наша Традиция Что Арон Любил мир И стремился К миру И такими Мы В общем-то Он За овечки Гонялся И поэтому Был Пастух Нейман Это Пастух Нейман Да Вот именно Это Почему Он был Избран Потому что Он Всюду Видел Свою Дору Необходимо Смешиваться Да Он Бежался В Египте Вмешался Среди Израиля Вмешался Защищал Дочери Итро И так далее То есть Какие-то Его Действия Вывели В нем Действительно Потенциал Именно Руководителя Пастуха Правильно Мы хотим Что наши Священники Те Люди Которые Являются Посредниками Между Нами И Всевышним Они В своей Основе Были Людьми Мира То есть Это Очень важно Мне кажется Именно На этом месте То есть В принципе Важно Любой Чиновник Кто угодно Был мирным Человеком И не хотел ссориться И мерил Людей И так далее Но поскольку Ему Короче Посредничество Международом Израиля И Всевышним На этом месте Как раз Очень важно Знать Что важен Мир Важно На этом месте Добиваться Мира А не Разрывом Между Богом И Израилем А То что Он Запутался С Этим Тельцом Так Это именно Потому что Не хотел Раскола Драк И все прочее Он говорил Ну пока Пройдение Время Ну как Что-нибудь Сделаем Он хотел Пойти Бедным путем А Бедным путем Не всегда Не во всех случаях Окей Ну хорошо Ну скажите Народ У нас еще небольшой Маленький абзац До конца У этого параграфа Если кто-то что-то Хочет сказать Пожалуйста Нет В том смысле Объяснение Такое Подходит Или все-таки Остается Вопрос Меня это Не дико Убедило Скажем так Если вспомнить Историю Надавы Ави Тоже Киуна Мир Шалом Они чуть-чуть Что-то такое Тоже небольшое Сожгли На месте Так что А они Как раз У них совсем Все наоборот Там Надавы Ну это Отдельный вопрос Окей Пожалуйста Кто-то что-то Хотел сказать По-моему Я слышал Нет Ну давай Зачитываю Ну хорошо Зачитываю Итак Анатия Вот Я читаю Сейчас здесь Анатия Шалкиун Алай Штатэв Бехет Анатия Шалакиун Алай Штатэв Бехет Аэгель Нава Амнам Шикулин Товвим Авалай И так Стремление Кеуны Ну и священничество Участвовать В грехе Золотого Тельца Проистекало Действительно Вообще Проистекало Из Соображений Благих Благих намерений Не знаю Благих намерений Да Да Благих намерений Авалай Авалай Ах Мхир Но Но Этому Соответствовала И цена Которую Которую Заплатили Аарон В конце концов Аарон Был наказан За свое Сотрудничество Или взаимодействие А Участие Злое участие В этом действии То есть Мааса Эгель Амнам Здесь читаю Амнам Уло Язам Зот Хотя действительно Он не был Том Кто это Инициировал А я Зе Амш Язам Эт Мааса Эгель А в действительности Народ Это тот Который Инициировал Поклонение Золотому Кельцу Аваль Нир Аш Эм Да Вот здесь Аваль Нир Аш Эм Но Представляете Что они В смысле Народ Они знали Кому Обратиться Чтобы получить Как бы Ответ Своим Пожеланиям Эм Иргишу Шаарон Здесь читаю Эм Иргишу Шаарон У Актовет Аматима Ле Шутофудзо Они чувствовали Что Арон Он как раз Правильный адрес Которому Следует Обратиться И который Подходит Для вот Такого Сотрудничества И вот тут Следует Прояснить В чем Является Ну Можно сказать Сущность Или в чем Является Смысл Священничества Кеуны Мама Афенута Какие у нее Главные Характеристики Почему Она В смысле Оно Священничество Сотрудничает Или Взаимодействует Да С народом В Истории Золотым В рехе Золотого Тельца В Эх Ими Такэн Этатамасы Ак И как Она Тем не менее Исправляет Это Деяние Скажем так Умитох Ках Наамот Аль Асаканот И Рассматривая Все это Мы Рассмотрим Те опасности Которые Не знаю Подстерегая А Таятцы Которые Таятцы Которые По Общему Бофен Клали В общем Смысле В Священнице То есть Священничество Вообще В принципе В ней Сокрыта Опасность Ну Вот Вроде Так Кто-то Что-то Хочет Сказать По Поводу Этого Вступления Ну В общем Понятно Да Я Хочу Прояснить Один Момент То есть Чтобы Составить Какую-то Иерархию Всех Праздников Значит Самое Важное Это Шалош Шрагалин Песах Швот Сукот Потом Идут Как раз Пурим И Ханук Которые Тоже Идут Пары Вот Здесь Они Названы Пост Панахическими И Они Как раз На них Идут Благословения В Амеде Рядом Вот И Один Из них Связывает Рафшерки С Аароном Другой С Муше И дальше Уже Идет Третья Категория Праздников Там Тубишват Лакбаумер И так Далее То есть Вот Ханук И Пурим Они Идут Парой Здесь Об Это Да Все Правильно Все Правильно Техническое Замечание Совершенно Правильное Окей По поводу Дальнейшего Чтения Кто Хочет Читать Ну Скажете Могу я Ну Скажем Да Я не знаю Как здесь Перевести К душа Гулеш Скользящая Дальнейшего Смысла Распространяющаяся Распространяющаяся Да Первый раз Повторе Упоминается Что Арон Заслужил Быть Священником В недельном Разделе И написано Теперь Привлить Себе Своего Брата Арона И его Сыновей Из всех Сынов Израиля Чтобы Они Служили Мне Скажем Чтобы Они Были Моим Священником А Сама Глава Начинается Со слов А И Это Савет Вне Исраэль Вейкху Элехат Шемен Зайт Зах Хотит Лим Ор Ле Ле Лот Нертв Табин Ты заповедуй мне сыновьям Израиля, чтобы взяли для тебя чистое оливковое масло для освещения, чтобы выжигать постоянную свечу. Из всех остальных принадлежностей храма именно масло упоминается... Да, я думаю, не искор, а искур, я думаю, искур – упоминание масла. Ну да, да, да. И я буду упоминать, искур – это может быть я могу, я буду упоминать. А здесь имеется искур в смысле существительный. Да, да. Связан со священством. И поэтому надо объяснить или спросить, почему именно. И это вызывает удивление слегка. Лидгот? Ешь лидгот. Лидгот, ну ты и я, да? Да, я говорю. Да, да, да. Вопрос. Странно. Странно, почему из всех предметов употребляется именно, что есть такое в Шемене. А дальше сейчас будет история объяснения. Есть важная основа в священстве, в связи с ней можно объяснить и то, что произошло с Золотым Тельцом, и их направленность, я думаю. Направленность, да, священник. Их свойство, душевное направленность. Кухуна шоэфет лик душа гулеши. Ага. Священство стремится к этой распространяющейся, как сказали, святости. Да. Той святости, которая снаружи. Не только, я думаю, имеется в виду не только в храме. Миколь клеа мигдаш, а кхоль а кугуна, а гакле а мугвак, точнее, а гакле а куганега ба а мугвак, гуа минорай. И поэтому из всех остальных принадлежностей храма самым явным, явным принадлежностью является светильник миноры. Ага. 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 Это утварь, в которой есть наибольшая важность для священников. Это минура имеется в виду. Минура. 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 Эту светильник мы зажигаем маслом. Да. А масло – это совершенно особенная жидкость. Если мы смешиваем его с водой, то он всплывает наверх. Ну, как бы толстый. Сейчас будет объясняться, что он чай толстый. Он жирный, скажем. Он жирно-толстый. Масло – оно толстое, но жирное. Шамэн – это толстый, конечно. Шмэмунати – он такой вот жирный. Жирненький, он такой жирненький. Масло – это жирное. Масло – это жирное. И именно жир – это что-то добавочное, слишком. Он говорит, что жир в природе – это нечто дополнительное. Толстый человек, потому что он жирет больше нужно, чтобы это объясняться. Да-да-да. Когда человек ест столько, сколько ему нужно, реально он остается в своем нормальном размере. Больше, чем нужно для защищения. Тогда он толстый. Ну, это такое простое объяснение об жиралке. Ну, хорошо. Окей. Ребят, ну, это как бы естественно. Ну, послушай, у людей есть заложенные структуры сжигания этих веществ. Не обязательно человеку. Есть люди, которые едят очень мало. Они много энергии или как-то так нервничают много. Они не толстеют. Но принцип он такой. В концлагерях не было толстых, я тебе уверяю. Если ты ешь мало, мы все едим больше, чем надо. Кто-то умеет эту энергию как-то сжигать. Действительно, у некоторых это получается. Много есть эти самые римляне, они свои какие-то способы используют, чтобы есть и есть и есть без конца. Не будем здесь упоминать. Но, в принципе, он совершенно прав, я думаю, тут ничего не сделает. Есть общее правило. Если ты ешь мало, это очевидно. Ты худеешь. Но действительно надо есть мало. Мы все едим больше, чем человеку нужно для того, чтобы жить. Это очевидно, как бы это известно. Сбалансированное питание очень маленькое. Человеку вполне может жить и функционировать, и тратить много энергии. Это правда. Нас тут в данном случае, конечно, интересует только что это добавочное что-то. Это не обязательно лишнее, но то, что не обязательно должно быть. Поэтому, значит, Шемен – это что-то такое, что сверх положено. А Шемен у маши цафф. Мы говорили. Еще нет. Мы уже говорили, что он всплывает. Он повторяет. 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 А, повторяет. И действительно, жир, масло – это то, что всплывает. На поверхности воды. На поверхности воды. Так же, как и священство, оно всплывает в некотором смысле над реальностью. Как мы увидим это в дальнейшем? Народ, вы оценили? Народ, вы оценили этот ход? Мы еще пока не подняли, на самом деле, значение. Окей. Не случайно нам добавлять, что мы это рассмотрим дальше. Каким образом они всплывают? Чего они, так сказать? Я понимаю, что вода, и во многих уподоблениях в метражах, она уподобляется вообще реальностью всей. Не случайно, там, разделение миров начинается с воды и так далее. Да, да, да. Поэтому то, что она, это понятен, этот образ понятен. Непонятно, почему они всплывают над реальностью. А то, что, как сказать, это символ того, что они всплывают, это как раз мне кажется непонятно. Ну, опять, я не хочу, меня опять сейчас отвинят, да, я знаю. Но, как бы, я опять говорю, мне это очень интересно, значит, я не стал предлагать. Но, опять, как подтверждение, ну, достаточно натянута. Вода распространяется, есть, говорят, источник воды, источник воды распространяется. Масло не может быть источником. Эра приводит красивую, как бы, некоторую штуку. Ну, сказать, ты в этом меня, например, убеждала. Нет, смотри, я тебе скажу. Тебе не надо ни в чем убеждать. Мне кажется, тут интересная такая вещь. У нас есть, как бы, два источника познания мира. Один источник – это Тара. И, в отсутствие откровения, действительно, познание, так сказать, дополнительные смыслы из Тары извлекаются через Медрах. То или иное анализ текста. Очень различные способы анализа текста. Есть сегодня новые какие-то, так сказать, литературный анализ, который позволяет нам еще какие-то смыслы вылавливать. А традиционный совершенно способ, который употребляют наши мудрецы – это анализ, скрупулезный текст. Иногда кажется, что буквально насилуют там эти стихи, что извлекает из них что-то новое для того, чтобы объяснить что-то или привести какую-то новую идею. Это одна идея. А вторая идея – это познание мира из природы. Когда ты смотришься к природу. Есть замечательный Медраж, как Раби Акива. Я не буду подробно рассказывать. И вот он увидел около источника воды, что в камне капли выбили целую емкость. И он спросил, что это такое, кто это выбил, кто создал здесь какое-то. А ему сказали – это вода. Она капала, капала и она… Долбала. Долбала, да. И ты знаешь, говорит, ведь написано в книге Йога, что вода точит камень. Ну, приблизительно, да, по-русски. И для него неожиданно это было какое-то откровение, что в Тарее и в реальности можно выучить как бы одни и те же вещи. Потому что до этого… И он после этого… Это первый классический рассказ, как Раби Акива пришел в Тарее, то, что и уже жена туда отправила учиться. А второй вот этот рассказ, что после этого, когда он понял, что вторая мера адекватная, что можно выучить одно и то же, глядываясь в мироздание, как оно устроено, и вторую. И совместить это – это нетривиальная совершенно вещь. И мне кажется, здесь Раб Шерк идет похожая вещь. Он… Я не помню, что будет делать это. Может быть, он это взял из-под Рашнаморса. Это кто-то другой первый заметил, что масло всплывает. И это можно сказать, что масло… Давай есть лимона чуть-чуть дальше, потому что вот это просто всплывающее масло – это была первая часть как бы доказательства пояснения. А вот сейчас начнется второе. Мы просто о нем остановились. Я думаю, они вместе как бы должны соединиться в какой-то момент, да? Где… Вот, вот, вот. Вот это начинается второе – Шемен, Милашон, Шмуна. Ну… А кроме этого, мы должны сказать, что корень слова Шемен, он близок к корню числа Шмоне – восемь. А восемь – это вообще, говоря, число, говорящее о дополнительности. Обычное… Обычное… Обычное число, которое определяет природу – это семь. Это число, которое говорит о нормальности. Весь… Весь… Леколь добавил… Баулам… Шиша… Кибуни… Потому что у всех вещей в мире есть шесть направлений. Я сколько скажу, это на кубике можно видеть, у него есть шесть грани. Да? То есть направо-налево, вверх-низ, вперед-назад. А, да, это он дальше говорит. Мало умата и минус моль, кадим, ва хо… Ну, вау надо было до семи дать, поэтому он добавил еще центр. Да, да. Нет, на самом деле… Седьмая точка, она не совсем адекватная. Все грани у губика, в общем-то, равнозначны более-менее. У нас действительно есть разница между верх и низом, но где-нибудь в космосе нет. А вот то, что она в середине, она уже на них не похожа. И то, что седьмой день в субботу, он тоже на них не похож. Ладно, пойдем дальше. К всем идеям. Когда мы доходим до семьи… Сейчас перемахаю. 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 Субботу. Да. Своим. Да. Вау. Тут у нас опять есть игра слов между числом и реальностью. Шева, корень Шева, он соотносится со словом «сытость». Да. Своим мы ощущаем сытость. То есть действительно в мире, в котором все нормально, в котором нет ничего излишнего, то семь для нас достаточно. Шева, шева – это сви. Ашмоны – это ашмана. Ашмоны – это ожирение. Все правильно. Все правильно. Кедэй свао. Достаточно, чтобы насыть. Маши энках в миспоршмон, а в числе восемь – это еще один. Это выше нормальность. Это больше, чем нормально. Ашмоны – это ашмоны. Но это повторяю. Если человек после того, как он уже насызывался, он становится... Окей. Если человек обзирается, то он толстеет. Вот такая формулировка. Нет, но тут, подчеркиваю, больше, чем нужно для насыщения. Это все время играет между Шеву и Шмоне, между достаточным и излишним. А у Лама Ти Ви не в рабыше время. Если у Мишкалил Дэн слиха, то у него появляется дополнительный вес. Толстее уже сказали, сколько можно. Ты знаешь, это для меня триггер, Натана, я не могу. Мне уже дочка, она у меня все время говорит. Это да, это у них проблема. Она вообще как палка, ничего у меня там нет. А ты хочешь сказать, что я толстая? Хватит про это, потому что для меня это триггер. Меня это задевает за какие-то... Поставь передней цифру 7, пускай она все время смотрит на цифру 7, а не на цифру 8. Нет, она не ест ничего там вообще. Ты знаешь, что мы с твоим сыном вчера виделись? А, да, серьезно? Окей. С каким из них слыхает Краушев? С младшим сыном. А, с Юдой? Окей. С Юдой? Он в соседнем доме гостил. Да, он нам ничего не говорит. Ну замечательно. Ну да, видишь ли. Да, ладно. Я у своей дочки была на Кенерите, а он был на дне растения. А, да-да-да, правильно. Какой-то своей знакомой там рядом. Окей. Не то, что мы общались, просто так виделись. Слово. Естественный мир... Естественный мир... Когда какая-то вещь поднимается на природе, он доходит до числа шмона. Маараль тоже говорит, что все, что понимается над природой, измеряется... Маараль из Праги. Для тех, кто забыл, Маараль – это из Праги. Это голем. Нет, это не голем. Нет, в смысле это не голем. Он сам-то не голем все-таки. Окей. Как-то... Мало ли, может, вы не знаете меня. Ну да. А ты в асау то релим. Да? В природе сделала его необрезанным. Нет, вот оно, вот оно. Дальше есть еще одно подтверждение. Да-да-да. Нет, да-да. Это... Нас. Мы рождаемся необрезанными. Да. В основном мужчины, конечно. Ну, в основном. В восьмой день мы делаем обрезание. И мы исправляем, мы изменяем. Да. И поэтому мы должны подождать восьмого дня. Видите, как красиво. Видите, как красиво. Видите, как красиво. Видите, как красиво. И это день, в котором мы поднимаемся. Да, видите, как потрясно. Ну, хорошо. Кто-то что-то хочет сказать? Тут вообще много было всяких. Сейчас опять скажут. Закиндону. Тут было всяких много интересных вещей. У кого-то есть сады. Присоображение или читаем дальше? Народ отмалчивается. Ну, хорошо. Читаем дальше? Народ, говорите иногда отдельные слова. Читаем. Читаем дальше. Окей. Окей. Читаем дальше. Андрей, ты хочешь читать, либо мы будем на перегонке с сыны хамы? Аннатон, а можно вопрос? Ну, конечно, можно. А кто это говорит? Таня. А, да, конечно. Ну, я просто вот вы читали, а я вспомнила когда-то был период, что мудрецы много ели, и они были полными. И почему они так делали? Нехама отвечает нас за мудрецов. Нехама, твой ответ. Ой, вы извините, у меня тут сын заходил на секунду что-то сказать, я не расслышала, в чем был вопрос. Таня, ты можешь повторить еще раз для Нехама специально? Да. Извините. Когда вы читали про ожирение и так далее, и про еду чрезмерную, то я вспомнила, был такой период, когда мудрецы много ели. Период прям такой был? Они были плотными, и зачем они это делали? Я не знаю, о чем вы говорите. Если вы говорите, это речь, что там Раби Элазар, сын Раби Шимона, это такая специфическая фигура, и отдельно можно обсуждать, что там было. Ну, мы не знаем про физическое строение мудрецов. Ну, и Раби Йохан, правда, говорят, что он тоже. Но это не всегда. Ну, да. Ну, поесть любили, говорили бы, говорят. Про отец вообще Ицхак, прежде чем благословить вообще своих двоих детей, тоже вообще сказал, что он там барашки привезли туда-сюда. Так что тема еды вообще центральная. Да, но на самом деле, что я хочу сказать, есть разные подходы вообще в этом. Поэтому тут ничего однозначного нет. Рассказывал один мой учитель, я сама об этом не специалист, но он говорит, два вот разных хасидизма, один и другой, я не помню уже, как они называются. Тут очень много в Израиле разных. Есть очень маленькие хасидские даже группы. И одни выглядят совершенно все тоще, все, все. У них такой подход хасидский, что надо себя сдерживать, что нужно аскетизм, что человек как бы не должен позволять себе… Абсираться. Да. А вот у другого все наоборот, все мужчины, женщины, здесь все очень толстые. Как бы надо взять от мира все, чтобы… Все удовольствия, которые Бог тебе разрешен, которые Бог тебе позволяет. Поэтому эти два принципа, они в принципе верны. Я считаю, мне кажется, что, знаете, какой-то правильный равновесие между ними. Тем более, что нашей науке тоже мы должны прислушиваться. И она говорит сегодня, что… Обжираться не хорошо. Обжираться не хорошо. Не полезно для здоровья. Когда мы теперь это узнаем… Ну да, не попробуешь, не узнаешь. Не сравнишь. Ну, не попробуешь, не сравнишь, наверное. Может быть, они бы сейчас… Ну, смотри. Я не хочу сейчас нас вводить, да, в диетарный закон. Но это тоже… Понимаешь, что если некоторые выстраивают, сейчас опять нахама на меня наедет, но некоторые игра, правильно? Надо было подвести базу, чтобы сказать «сабо», «ошиб», «а», и дальше так тоже. «Сабо» – это насыщение, правильно? Сейчас человек, значит, человек ест, чтобы как бы насытиться. Насытиться – это же как бы чувство, оно субъективное, правильно? Он человек… Ну, я так не особенно… Ты совершенно прав. Потому что, на самом деле, чем больше человек ест, тем больше он привыкает к этому. И для того, чтобы насытиться, ему нужно больше. Конечно, да. Поэтому тут он говорит, на самом деле, я думаю, не об субъективном насыщении, а об объективном. Сколько ему надо. То есть, грубо говоря, сколько диетанит, сколько вот врач-диетолог пропустал, сколько надо. Да, сто полов, да? Сто полов, да? А он живет больше. Он не говорит, это хорошо или плохо даже. В данном случае, как раз можно было подумать, что это хорошо. Потому что, вот, мы поднимаемся над природой, едим больше, чем так. Да, конечно. Замечательно. На самом деле, он вовсе не… Мне кажется, это нейтрально у него. Просто объяснение, что все, что, так сказать, над семью, все, что восемь, оно… Все, что жив, оно все… Говорит о прибавлении, но это… Это хороший зачин. Это красивый, хороший зачин. По-моему, это ничего не… Особенно не говорит. А вот то, что семь и восемь – это классическая вещь, что, действительно, это наш мир, это семь, а все, что вне этого – это восемь. То же самое строение храма, там… Да. И все такое. И «Будущий мир» – это восьмой день творения, как бы. Это вот все уже, действительно, классическая совершенно вещь. А то, что он добавил там немножко пельпель, в смысле этого перца… Для того, чтобы позадачить аудиторию. То, что я… Об этом ничего плохого нет. Это такой метод. На самом деле, это не случайно. Это не просто, что он играет слова. Это он видит какие-то в этих словах изначальные какие-то свойства, которые проявляются. Окей. Если ты внимательно на них смотришь. На самом деле, сами по себе они не плохие, не хорошие. Ты можешь делать свои выводы по поводу еды. Ну, а в них проявляется… Да. Сто процентов. …в виде… Да. Свойства этих вот, как бы, чисел. Ну, ладно. Окей. Давай дальше. Андрей, ты хочешь читать, либо мы будем с махамы наперегонки? Ну, давайте я попробую. Давай, отлично. Попробуй. Итпаштутагдуша. Распространение святости. Каэтнитбонэн бэмусадгагдуша. А теперь мы углубимся в понятие святости. Ли ума татагараше насуга нехнет бэфней… Насога нехнет бэфней гатума, от душа давка митпашет у миткадэш. В противоположность чистоте, которая отступает и терпит поражение относительно чистоты… Нет, тумы, тумы, перед тумой, перед нечистотой. А, да, перед нечистотой, правильно. Ну, то есть, когда чистота и нечистота встречаются, тогда чистота отступает. Да, 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 да. То есть, получается, что побеждает нечистота. А святость как раз распространяется и освящается. То есть, святость, получается, распространяется на то, что соприкасается с ней, она оказывается сильнее. А чистота, она оказывается слабее, чем нечистота. Да. Да, да, да. То есть, есть две категории – чистота и нечистота, святое и будничное. Да, 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 да. Так, и у них разные отношения. А тума хазака минга тагара – нечистота сильнее чистоты. Да. Маши гутагор кальло лейтаме бе од гаатаме кашелу лейтагер. То, что чистое, ему легче стать. Просто. Не, просто. Ну, кальло. Да, ему просто стать нечистым бе од гаатаме кашелу лейтагер. В то время как нечистому трудно стать чистым. Да, сто процентов. То есть, чистое с легкостью становится. Да, с легкостью. Вот именно с легкостью. Вот именно с легкостью очень хорошо. А то, что нечисто, ему сложно стать чистым. Уламбек душа зо гафу. А в то время как в святости все наоборот. Да. Маше кадош ло нитма. То, что святое, оно не становится нечистым. Маше кадош микадеш. То, что святое, оно делает святым другого. А Лена запрашивает, святое не означает чистое? Нет, нет. Тут нужно как бы объяснить. Есть понятие кодыш и холь. Святое и будничное. И внутри будничного есть также понятие тагор и тамэ. Ритуально чистое, ритуально нечистое. Лена спрашивает, да. То, что ты сказала про будничное холь, что там есть таор и тамэ. Чистое и нечистое, да. А есть такое же подразделение святое? В кадош есть, в кадош может быть тамэйвый таор? Может быть. Может быть. Конечно, какой-нибудь жертвец может, как сказать, получить ритуальную нечистоту. Она тогда все равно остается в кадош. У нее специальные правила, как с ней надо поступать в такой случай. А, окей. Ну хорошо. Но это разные координаты, разные параметры. Да, да, да. Он специально здесь их разводит. Он специально их разводит, чтобы показать… Если не надо специально… Они действительно совершенно… Ну, бесстанно домой. Они действительно путают и думают, что это связано. То есть есть какая-то связь, но это разные координаты. Что мы делаем… Ну, неважно. Окей. Не углубимся. Можешь дальше? Маша Кадош? Да. Маша Кадош Микадеш. То, что святое, оно обладает способностью делать святым… Освящать. Освящать. Освящать то, что с ним соприкасается. И дальше цитаты из книги Шмо 29.37. И будет жертвенник Кадош Кадош, то есть святой святых. Все, что прикоснется к священнику, к жертвеннику станет святым. Кадош Кадош. И Кадош – это в смысле, что он погибнет, нет? Или я ошибаюсь? Как это погибнет? Тогда станет Кадош? Ну, там не совсем понятно. Ну, хорошо. Окей. Это может быть и в негативном смысле, неважно. А главное, есть принцип в данном случае. Ну, хорошо. Окей. Потому что он отделится, как бы станет выделенным, как вот еще переводил слово Кадош, то есть он отторгнется от той среды, в которой он находится. Там уже тонкости – погибнет, не погибнет. Да-да-да, окей. Он перейдет в состояние Кадош. Клумар ешли Кадош тхуна шель гид габрут ху мит паше. То есть есть в святости свойство преодоления ху мит паше. И оно распространяется. Да-да-да. Или святость распространяется. То есть в святости есть некое свойство распространения за пределы самой себя. Да. Таким образом, мы нашли, что в будущем храм прорвет свои границы. Да, распространяется, да, прорвет свои границы. Правильно. Да. Сказано в пророчестве Захарии, что придет день, и все котлы в Иерусалиме и в Иудее станут Кадош, станут святым Господу, подобно… Черпаки. Черпаки, по-моему, по-русски это переводится. Черпаки, да. Ну, черпаки, да. Черпакам перед жертвенником. То есть перед жертвенником есть черпаки, да, они являются святыми, потому что они находятся на территории Кадош. А в Иерусалиме есть некие котлы. Вот эти котлы в Иерусалиме, они станут как храмовой утварью. Ну, ты сказал, Коля сирием, вообще все, все кастрюльки. Да, 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 все кастрюли. То есть получается, что Иерусалим станет таким же святым, как и территория храма. Да. То есть будет так много, будут зарезать так много жертв в храме, что придется приносить еще и еще котлов, и чтобы использовать вот эти черпаки при жертвеннике. Ну, да. То есть не будет хватать, поэтому будут брать, будут тащиться со всего города. Со всего города, и они, получается, будут уже вноситься на территорию Кадош, на территорию храма и, соответственно, считаться уже святым, Кадош. Ну, да. Кадош. Ну, да. Итак, согласно этому, в будущем храм распространится на Иерусалим, Иерусалим распространится на землю Израилю, а земля Израиля на весь мир и до того, что в конце, говорит пророк, в тот день на украшениях на лбу коня будет написано Святое Господу, да? Кадош. Да. Да, да. И дальше написано, да? Да, да. Иерусалим, я думаю, только Мецилот. 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 А, ну да, у коней, да. Вот эти вот Мецилот, да, особые украшения коней, это украшения, которые привязывают на лоб коня и на нем будет написано Кадош Лошен, так как было написано на лбу первосвященника. То есть на лбу первосвященника была некая табличка, на которой написано было Кадош Лошен, да? Я думаю, вот эти вот железяки такие, это же есть, правильно, на лошадей привязывали эти самые, в средневековье, в этих схватках, поединках, такие железные, ну, я не знаю, висюльки, которые болтались. Я думаю, Мецилот, это от слова Мецилтая, наверное, они звенели. А может быть. Мецилот, Мецилтая, я думаю. А слово «цлили». Ну, не важно, мне так кажется. Это цит на голове первосвященника, это специальная деталь его облачения, и на ней написано Кадош Лошен. Ну, да. Это обязательно, это, так сказать, первосвященник, там у него 8 одежд, в отличие от простого священника. Но привозят сравнение с лошадьми, вообще говоря. Да, а тут вот и лошади тоже будут носить такие таблички. Да. Но на самом деле, конечно, это все немножко преувеличение, конечно, у пророка, я думаю. Как это преувеличение? Рафшерки, преувеличение? Ну, ладно, все. Это не рафшерки. Можно вопросы потом задать, да? Нет, зачем? Он и сейчас стоял. Сейчас. Это пророчество. Да. О каких временах он говорит? И что имеется в виду? Почему лошади? Может быть, не лошади, а машин нужно. Кто сейчас на лошадях-то ездит? Поэтому… Ну да, это же говорят лошадиные силы. Ну, это метафора, понятная как читателям. Да, да, да. Понятно, что это метафора. Ну, обжирательство мяса мы тут тоже вообще говорим. Стоим это запретить. Ну, это уже нам понятно. Окей. Таня хотела спросить. Таня хотела спросить. Да, я хотела сразу спросить по поводу, если Иерусалим станет храмом, ну, как территория храма, то что нельзя будет подниматься в Иерусалим? Что нельзя будет? Ну, можно будет. Это, на самом деле, как бы… Это совершенно… Всё это несколько… Всё же расплывчато. Мы про рук не говорим в точности, как всё будет. А когда мы до этого дойдём, тогда и посмотрим, как будет. Например, сейчас можно подниматься на территорию храма. На территорию храма, который построил Иерусалим, там не всё запрещённое для подъёма, правда же? Так же и тут… Ну, сначала корона должна как-то закончиться, а потом уже будет… Ну, а по поводу вот этого, что хранится только жертва приношения благодарности, то да. А тут Ра говорит столько всего про вот этот забой животных. Меня это смущает всему. Ну, да, ещё раз, мы же не знаем, кто будет. Да. Он сейчас настраивает Таню. Он выстраивает Ра, выстраивает некоторую концепцию. Он приводит то, что укрепляет его концепцию. Делает её встроенной в глазах слушателя. Понимаешь, можно привести это другим стихам, но он выстраивает… Нет, 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 нет. На самом деле, Натан, ну, конечно, ты прав. Конечно, он выживает концепцию. Нет, он приводит в стихи, которые говорят о распространении святости. И то, что одновременно там пророки говорили на том языке, который понимали их слушатели, которые отождествляли обязательно святость с принесением жертв – это совершенно естественно. Может быть, в будущем это будет по-другому. Окей. Это неважно. Они объясняли… Главная идея действительно того, что говорит пророк – это то, что будет распространение святости. Здесь не привязано. Здесь оно… Да, конечно. …не вычитано между строк или между букв. Это… Это главная идея пророка. То, что он говорит таким языком или другим, это в данный момент не так существенно. Да. Окей. Ну, а конь что означает? Конь? Я тебе скажу, израильская машина, производство которой закончено, ее назвали Суситка. Я думаю, это как раз было на тему того, что тот, кто дал это имя, он как раз бы делал вообще грязь и пророк. Да, да, да. Весьма возможно. Да. Лошади – это странно, да, там не умножайте лошадей, чтобы не спустился народ в Египет, так что там сложное отношение к лошадям. А с другой стороны, в песне о песне сказано, в таблице в… Да, сусати, сусати, сусати. Секунда. В колеснице фараона я уподоблю тебя, моя возлюбленная. Да. То есть, что-то это такое потрясающе красивое, которое везет, так сказать, куда-то в силу. Которой пахать можно вообще, да? Все правильно? Ну, в данном случае не пахать. В колеснице фараона даже не пахут. Она его везет, так сказать, к величию. Ну, хорошо. Идратские цари, они же не на лошадях летели? Почему не на лошадях? Как раз у них были колесницы. Там же, поэтому ей запрещено было умножать количество колесей. Ну, это шламов был, а так колесницы как бы это было… Не-не-не, очевидно. Ну, там, например, про Даниялу сказано, что перед ними, перед его колесницей там бежали сколько-то… Еще есть упоминания другие. Колесницы, по-моему, с лошадьми. Просто не умножали, так сказать. У него, действительно, он самореально очень умножил коней, лошадей. И там всюду были конюшни. Это было очень позитивно, потому что можно было передавать информацию из конца в конец страны. Знаете, как концы меняли лошадей по дороге? Так мне представляете. Потому что, например, мы были же, помните, в этом самом… В Мегеддоне? На холме. Окей. Я… Давайте чуть-чуть закончим, потому что у нас осталось немного времени, чтобы закончить… Где тут? А, ну, тут довольно… Вот, может быть, да, да… Докончим вот до этого места. Да. Ну, про сус более-менее понятно. Лошадь, точно так же, как и черпаки, все прочее. Все это приводятся примеры. Да. Она, как говорящий, о распространении святости. А сейчас еще будет интересный пример из Хаседута. Давайте до этого места даем. Хорошо? Там. Ага. … … Вот что-то потрясающая фраза. То есть, согласно пророку, в будущем лошади станут первосвященниками. Ну, хорошо. И вот сус шешемешке хлимил хама пимай кедем холшебо хольж, местори феля ходашь, а лошадь, которая использовалась как орудие войны в древние дни. это больше бы холь то есть такое понятие кодыш и есть кодыш кодашин да святой 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 точно так же в будущем в холь до лошади она является холь шабахоль будничные будничного да то есть такое как бы ниже человека орудие войны и вот она является к святости вот это и это выражает распространение святости на все и вот это вот как бы свойство священническое распространяться распространение по шту окей странятся на все прикасается к священному оно тоже станет святым да это свойство святости из священства соответственно ле кауна ешь тамид шейфа а леютер к душам леетер к душам леетер к душам на большей святости у священства есть всегда стремление к большей святости к излишку святости и когда святость излишествует да она она прорывает границы она распространяется как жирное пятно да здесь опять играть опять шеймин вот мы связали с шеймином пожалуйста и так а шеймин хуна то и и поштут свойства жира распространяться жиры на самом деле шерен это масло масло даже роман до жиры масло наявите одно и то же то есть его сложно очистить правильно да это такой сильный вещество можно устранить правильно а кауна ги ото гуф баам и сраэль ше дафуз дфуз а ше дфуз афаулан а то эм это фьо зэ итпаштут правильно значит а кауна ги ото гуф баам и сраэль то есть священство это то тело на инстанция думы тело в смысле инстанция инстанция народе израиль у которого форма поведения я думал по русски То есть его обычное действие – это распространение. Соответствует его качеству распространения. Да, вот так правильно. Центр святости – это храм, и там действуют священники. И из самой своей природы они желают распространяться дальше, наружу. Да, оттуда, правильно. Сила священства выражается также в одежде. Да. И цитата оттуда же из «Шмот». Правильно. «Одежда» – это также добавка, излишек, еще одно распространение. Ведь мы не родились с одеждой. То есть одежда – это дополнительно к телу. Точно так же, как жир дополнительно к размерам человека. Точно так же и одежда – это излишек. Да. Одежда – это излишество. Правильно. Так же, как в алфавите первая буква «алев», а продолжение алфавита – это «бет гиммел далет». Буквы «бет гиммел далет» – они составляют слово «бегет» – одежда. Правильно. Вот это и есть. На первый взгляд, это излишнее. «Алев» – это начало, и к нему есть прибавление. Да. Добавки, да. И это же мы нашли в имени колена «Леви». То есть, когда давали имя «Леви», сыну Атады, то есть на этот раз сопровождать мой муж меня. Да, но это не связано с одеждами. Я думаю, что это связано с тем, что «Леви», «Леви» – это тоже связано, наверное, с чрещенничеством. А здесь смысл слова «Леви», что он «Елаве». «Елаве» в смысле, что он будет сопровождать меня, но тоже, наверное, какое-то дополнение. Так, наверное, такая идея. Я думаю, что так, иначе непонятно. Кадим, я думаю, здесь ни при чем. Присоединиться ко мне, да. Присоединиться, да. Присоединиться. Ну, как бы говорят, что когда третий ребенок рождается, одна рука с одним ребенком, другая с другим, а третьим кто будет заниматься. Поэтому как бы понадобится, чтобы муж ее сопровождал. Да. Ну, это такая известная, как бы… Это такой известный прикол. «Ворд», «Ворд» это называется, «Ворд». Это не «Медраж», не «Комментарий», а просто «Замечание». Окей. Фиам, я думаю. это такое стандартное выражение непреложное влияние есть влияние которым невозможно пренебречь просто есть существенное влияние то есть у жены ароны есть существенное влияние на характер священников все коины они потомки элишевы она мать всех коина сыновья элишева надав и авиву они похожи на нахшона да хазаль из элишева да человек который выбирает жену должен проверить ее братьев поскольку большинство сыновей похожи на братьев матери на дядю грубо говоря действительно генетическое явление и наоборот а дочери похоже на его сестер а нахшон это брат или шевы так что да окей умит парец и этот надав и авиву тоже соответственно к парцу да понятно ли нахшон ешнать яли фрос у нахшона есть склонность прорываться да порывом товарищ да в ках гамгии то рэмет эд хэлкале офи акугани надав и авиву гэм кофциниим кофциниим да кофциниим и нахшон в ках гамгии то рэмет эд хэлкат ага и так же она вложила свою часть в характер священников характер воинов надав и авиву они ну порывистые кофциниим это пружина в смысле они прыгают как нахшон как это выскочки наверное да нет ну выскочки по-русски это не так порывистые я думаю хотя кофциниим прыгучие на самом деле правильно перевести что прыгучие ну прыгучие да на это здесь как бы не очень ложится порывистые да бэм шех нера шех айта ли элишева труману сэфет хакшура лехага ханука ну да и в продолжении мы увидели что мы увидим мы увидим мы увидим а продолжение мы увидим что у элишева было еще дополнительное вложение да вклад связанные с праздником ханука ура 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 останавливаю демонстрацию у нас еще есть пару минут для того чтобы поговорить через пять минут начнется еврей кто то что то хочет сказать народ вам показалась такая схема как вам показалась такая схема да да мне надо еще раз послушать что то это нет проблем будет запись нет я в том смысле что я теперь думаю что значит полезна ли такая форма плиз полезна ли такая форма и стоит ли продолжать это главный вопрос да полезно очень хорошо о замечательно потому что это удлиняет разговор поскольку каждой фразы она два раза произносит тем не менее может быть это а вот Лена сказала что ей тяжело вас слушать я ей сочувствую не секунду а почему Лена ну потому что иврита много ну послушай иврита много непонятный язык и он язык непонятен и люди непонятные Лен придется лить габер придется превозможить себя ну почему давайте и потом ну надо услышать Лену она сама скажет да не получается понимаете а Лена это не та Лена слегка 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 это какая а нет 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 все все нормально просто я немножко невольно разговариваю корни приехала на на рождение внука вот и вас с удовольствием кушают но получается знаете в Израиле как это легче идет а здесь тяжело не в Израиле 100% а вы не в Израиле сейчас да мы вам сочувствуем мы вам сочувствуем у нас даже кастрюльки черпаки скоро станут вообще говоря предместные караулы а Дима Лена в Америке я сейчас в Америке да приехала на рождение вау я понимаю ну хорошо возвращайтесь возвращайтесь побыстрее к нам пожалуйста плиз 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 вернусь но с удовольствием вас слушаю но высоко берете просто очень ну это не мы это рафшерки мы то что мы только так минимум это очень важно если где-то что-то кажется слишком высоко это какие-то такие заоблачные вещи я этого не могу постичь пронять остановиться надо и попробовать то что мы попробуем привести примеры жизни которые этого продемонстрируют какой-то принцип что значит ковцианин вот мы не говорили подробно почему он такой ковцианин это просто свойство характера порывистый то он решил вот я брошусь в море несмотря на то что она не раступилась и после этого море раступилось это известно многим здрасте но не все может быть про это знают мы очень быстро как-то проскатили может быть стоило остановиться я просто привожу пример разобрать к чему в разных ситуациях такое свойство можно приводить совершенно разным результатом но его племянники решили вдруг что они сейчас все спасут ситуацию там непонятно что эти старики входят выходят благословляют снова входят им казалось что это не в порядке вот мы сейчас все разрулим ситуация в чем-то очень похожая на ситуацию когда мыше там кричит Богу а море не раступается в чем мы похожи да и он сделал действие правильное и море раступилось они сделали действие они сделали действие неправильно и это очень тонкие различия на самом деле проявление одного и то же свойства и мы как бы это все веком веком остановиться и просто пример и подробнее то тогда становится более понятным мне кажется да ну хорошо но тем не менее кажется балансировать между объяснениями объяснений мне кажется как бы важно не терять нить и смотреть за логикой Рава Шерти иначе как бы ну мне так кажется да окей на самом деле мы сейчас находимся довольно понятной такой точке где он говорит из чего складывался характер этого колена и главное здесь как бы арон и его жена и у каждого какие-то собственные особенности характера которые в принципе служили основой для характера священников важная основа по виду не случайно это так это пары складываются чтобы создать такое специфическое потомство окей мы сейчас должны заканчивать слегка начинается иврит мне мне очень понравилось мне кажется все ваши пожелания пожалуйста в телеграме по почте как угодно туда же вопросы и так далее всем счастливы пока те кто хочет заниматься ивритом и продвигаться пожалуйста следующего следующее занятие это иврит всем счастливо и пока всем счастливо и пока